Всем привет, мои зрители и подписчики! С вами я, Ватешевский, и записываю еще одно видео в 2014 году на тематику выставки CES 2014, которая пройдет в Лас-Вегасе в 2014 году в январе, седьмого по десятое января, то есть это очень скоро, почти, можно сказать, сразу после моего дня рождения, у меня шестого, потом седьмое и тире десятое, ну неважно. Окей, что? Окей, видите, я уже как американец, сейчас вам расскажу про выставку, которая будет в Лас-Вегасе. Ладно, ребята, ну это так, чисто шуточка. Так вот, выставка в Лас-Вегасе 2014, вообще эта выставка, она очень такая прям, ну, важная для большинства компаний, к ней готовятся такие компании, как Asus, Acer, LG, Samsung, даже Intel и многие другие компании готовятся к этой выставке, но, наверное, единственная компания, которая вообще тупо игнорит такие выставки, как CES, там, E-Fi и так далее, MVC, это компания Apple, и, в принципе, им пофиг на эту выставку, потому что у них небольшое количество товаров, они их представляют раз в году и это, в принципе, их не как бы такой обычная фишка. Не одним Apple'ом сыт будешь, Apple это круто, но есть еще других валом производителей, которые выпускают разную интересную электронику, в том числе вот Asus, Nexus и всякие. Ну, правда, точно, Nexus'ов никаких не представят на CES, я уже начинаю заговаривать, потому что их столько прям интересных выставок будет. Кстати, какие-то из этих выставок я все-таки планирую посетить. Ну, CES однозначно нет, потому что у меня нет загранпаспорта на сегодняшний день, и поехать на CES в Лас-Вегас, это, ну, реально достаточно затратно. Но я уже приготовился к этой выставке, потому что я, ну, отследил и подписался на целый ряд новостных рассылок от крупных зарубежных, как говорится, масс-медиа, можно так сказать. Ну, даже не сколько на Ютубе, а сколько я добавил загладки себе в Хроме. Ну, буквально парочку скажу вам, поделюсь, чтобы вы тоже были в курсе. Но если вы, конечно, в английском не особо волокете, ну, как бы не поймете, это The Verge, Engadget, Mashable, это... А что еще я интересненько там подписался? Это Pocketnow, 9toMac, ну, там 9toGoogle, в принципе, они не сильно много будут освещать. И, в принципе, все, да, то есть The Verge, Mashable, Engadget, Pocketnow, Гизмода еще, вот, да, Гизмода. Я просто смотрю на компьютер. И на этих, как бы, великих медиа будут постоянно появляться самые последние интересные фишечки, которые есть на CES. И я этот материал красиво подам вам, для того, чтобы вы не искали по кусочкам, а вот просто соберу все в кучу и расскажу вам, чтобы это все было действительно интересно. Так что же ожидать от этой выставки? Ну, сразу же хочу сказать, что Asus 100% покажет какой-нибудь крутой смартфончик, типа, там, Asus, этот, PhonePad, какой-нибудь, там, тоже трансформер, там, гибрид и так далее, и так далее. Вот. Samsung и LG это крутые телеки, то есть это уже... Также какая-то носимая электроника, то есть с часиками всякая, такие интересненькие фишки. Потом, скорее всего, будут показаны устройства на новом процессоре от Mediatek, восьмиядерный который процессор. Ну, это будут, скорее всего, прототипы, которые будут уже потом в апреле, в марте, апреле, да, там, мае, июне уже начнут продаваться на рынке. И на процессоре Snapdragon 805, а, возможно, даже компания Qualcomm покажет какой-то, типа, 810-ый, еще проапгрейденный от 805-ого с какой-то новой крутой графикой и так далее. Потому что вообще говорят о том, что графика на 805-ом, там, Adreno, по-моему, 400 или, там, 340, вот, она приравнивается к графике на компьютерах. Ну, это такая отдельная тема. Короче, ждать много интересного стоит. Постараюсь все максимально вам показать и рассказать. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы являетесь подписчиком моего канала, обязательно вам в фиде придет видео о том, что интересненькое я добавил по поводу этой выставки. Все, не буду вам сильно много рассказывать. Все расскажу видео, которые будут поступать по мере, говорится, добавления инфы, которая будет в интернете светиться. Ну, прежде всего, это на англоязычных ресурсах, а потом через недельку на наших. До скорой встречи в новых видео. Всем пока. Peace.